Я предлагаю начинать сегодняшнее занятие. Итак, сегодня у нас онлайн-урок по математике, подготовка к ЕГЭ 2020 года, базовый уровень сложности, решаем экзаменационный вариант ЕГЭ по математике. И проведет сегодняшний урок Сергей Юрьевич Кулабухов, автор пособий нашего издательства, издательство «Легион», кандидат физико-математических наук. Материалы сегодняшней встречи, а это будет презентация, ну и возможно, возможно, я говорю, запись видео на нашем сайте. И скачать вы можете также, кстати, не только сегодняшнюю презентацию, но и задания на онлайн-урок профильного уровня, также на нашем сайте. Сертификаты предполагаются, но не обещаем их в ближайшее время. Так что, уважаемые учащиеся, уважаемые коллеги, я предлагаю начинать наше занятие и приглашаю присоединиться к нам Сергея Юрьевича. Пожалуйста, Сергей Юрьевич, подключайтесь к нам. Да, спасибо, мы вас видим. Начинайте. Здравствуйте. Вот присоединился. Ну, что ж, в таких нелегких условиях посмотрим, сегодня позанимаемся. Ну, я надеюсь, что вы уже попытались дома порешать этот вариант. И вот сегодня наша цель аккуратненько разобрать все задачи. Ну, давайте я подключу сейчас вам кое-что. Ну, покажу, во-первых, сам вариант. То есть, вот такая самостоятельная работа была предложена участникам сегодняшнего занятия. Для того, чтобы вы дома попробовали порешать предварительно, у кого что получилось, сейчас постепенно и посмотрим. Ну, задач, как обычно, 20. Значит, я на всякий случай... Естественно, все задачи будут повторяться сейчас в презентации, все условия. Поэтому на... Ну, сейчас особо всматриваться в это не надо. Что я хотел бы сейчас точно показать. Давайте посмотрим, что нас, так сказать, официально ждет на экзамене. Значит, экзаменационная работа включает 20 заданий. На выполнение отводится 3 часа. То есть, 180 минут делим на 20. Получается, в среднем, 9 минут на задачу. Учитывая, что задачи очень разного уровня сложности, ну, большинство на самом деле простые, то, в общем-то, времени с большим запасом должно хватать. Для того, чтобы получить пятерку, нужно набрать, по-моему, 17 баллов из 20. Ну, каждое задание стоит 1 балл. Ответы записываются вот только так. То есть, это либо целое число, либо конечная десятичная дробь. Ну, вам, наверное, тоже многократно рассказывали, как их записывать. На что хотелось бы обратить внимание. В базовом ЕГЭ, в отличие от профильного, ну, это я демонстрационный вариант демонстрировал. Значит, тут есть очень подробный справочник для решающих. Ну, то есть, на самом деле, на экзамене перед вами будут вот эти справочные материалы. Что здесь есть? Во-первых, ну, таблица квадратов целых чисел, от 0 до 100. Как вы понимаете, это потому, что на экзамене калькулятора у вас не будет. Ну, вот этой таблицей вы достаточно легко себе эту проблему с калькулятором упростите. Ну, свойства альфмического квадратного корня, корни квадратного уравнения, все формулы. Формулы сокращенного умножения, ну, по крайней мере, для квадратов, самые простые. Что здесь еще есть, если посмотрим? Степени логарифм. Свойства степени, свойства логарифма. Все, которые вы изучали в школе. И большой раздел геометрии. То есть, треугольник, трапеция, средняя линия, терема пифагора, для круга, все, длина и площадь круга, длина окружности. Правильный треугольник, основные все формулы. Вот радиус описанной окружности, площадь, радиус вписанной, высота, ну, она же медиана и бисектриса. И для вот элементов планиметрии. Ну, вот продолжается стереометрия, площадь основных фигур, которые могут встретиться вам на экзамене. Ну, и объемы тел, площади поверхности. Это тоже объемные тела, тоже могут встретиться на экзамене. Кроме того, тут еще материал по тригонометрии. Определение основных тригонометрических функций. Тригонометрическая окружность. Ну, основное тригонометрическое тождество. В тригонометрии очень много тождеств, но на экзамене, как вы понимаете, у вас будет, скорее всего, максимум только это. Значение тригонометрических функций, таблица значений. Честно говоря, особо таких задач пока не встречал, но, наверное, есть. Ну, и вот геометрический смысл производной. Ну, и геометрический смысл параметров линейной функции. Уголового коэффициента, ну, это свободного члена, это А, Б. То есть, в принципе, вот эта вся информация, она перед вами будет непосредственно на экзамене. То есть, по большому счету, тут, по-моему, где-то была прогрессия, кажется, или не было. Вроде было. Ну, в общем, все задачи, которые вам на экзамене встретятся, они так или иначе, ну, потребуют вот этого, этих знаний. Да, мамочки. Значит, ну, давайте вот в презентации последовательно прорешаем эти 20 задач. 20 задач, которыми вы имели возможность познакомиться, ну, до этого вебинара. Они уже где-то порядка недели на сайте доступны. Ну, обращаю ваше внимание, что для того вебинара, который будет через 3 дня, 10 апреля, по профильному ЕГЭ, тоже варианты на сайте можно скачать, там, в соответствующем разделе. И там, конечно, вариант уже существенно сложнее. Поэтому, ну, его порешать попробуйте в течение 4 часов, как положено на профильном ЕГЭ. Ну, давайте посмотрим базовый ЕГЭ. Первая задача. Ну, естественно, сразу обращаю ваше внимание, что все задачи базового ЕГЭ, они, в общем-то, даются на основе, ну, открытого банка задач. То есть, в принципе, основные типы задач более-менее известны. Конечно, в этом открытом банке задач десятки тысяч. И они разного типа могут быть. Ну, вот в этом варианте получилось так. Что конкретно будет у вас на экзамене, заранее никто не знает. Потому что варианты для каждой, так сказать, местности, для каждой области, они формируются автоматически. И там, может быть, в принципе, любые задачи из набора. Ну, вот типичный какой-то средний вариант я вот здесь вам подготовил. Итак, найдите значение выражения. Вот такого 9 десятых делить на 18 пятых минус 0,5. Опять-таки, на экзамене решение записывать не требуется. Только ответ нужно писать, ну, в виде конечной, так сказать, десятичной дроби. Ну, либо целого числа. Я здесь решение, конечно, буду каким-то образом приводить, описывать. Считайте, что это вы на черновике пишете. Ну, вот, например, решение этой задачи, да. То есть, я 9 десятых делю на 18 пятых. Это значит, умножить на дробь, значит, умножить на дробь и обратную. Значит, умножаем на 5 восемнадцатых. Ну, и чтобы не возиться десятичными дробями, мы, так сказать, берем и 0,5, представляем, как одну вторую. Значит, здесь перемножаем, сокращаем 10,5, 9,18. В числителе остаются единицы, в знаменателе две двойки. Значит, одна четвертая, минус одна вторая, это минус одна четвертая. Ну, и так как в ответе нужно записать в виде десяточной дроби, то переводим одну четвертую, это минус на целых двадцать пять сотых. И пишем это в ответ. Ну, кстати, ответы у вас там в этой работе были предложены. То есть, вы могли сравнить свои ответы. Естественно, на экзамене вам ответы никто не предложит, так как решение не проверяется, важны только ответы. Значит, соответственно, вы должны как-то вот их получить. Ну, я, как видите, здесь записываю решение очень подробно, чего и вам рекомендую делать на черновике на экзамене. Дело в том, что так как у вас не будет под рукой калькулятора, то, в общем-то, необходимо минимизировать возможность ошибки. Поэтому нужно аккуратненько вот это все записывать, потому что потом, перед тем, как перенести полученное число в чистовик, лучше это делать не сразу, а решить там следующую, там несколько задач, а потом перед переписыванием ответов в тестовый, как он там, в банк ответов, да, необходимо еще раз задачу проверить, как вы решали. А чтобы было что проверять, там не только ответ должен быть, а что-то должно быть написано на черновике. Вот я примерно моделирую, что там может быть написано, например, для этой задачи. Так, ну, ответ минус на 25. Следующая задача тоже, в общем-то, простая. Знаете, значение выражения вот такого решения. Значит, я буду записывать, ну, показывать, как именно я вот записывал на черновике. Это, возможно, очень подробная запись для кого-то. Кто-то, ну, это в уме считает, большинство ходов. Но не рекомендую этого делать. Любые вычисления в уме, они, ну, можно там всегда ошибиться, особенно если куда-то торопишься, там, мало ли навыков, там, без калькулятора не у всех развиты навыки устного счета. И вот в этом смысле лучше подробно записывать. Ну, например, что я делаю здесь. Во-первых, чтобы не возиться с десятичными дробями, по возможности лучше работать с целыми числами. Ну, либо с обыкновенными дробями. Потому что там числители и знаменители тоже целые числа. Поэтому я 3,3 перехожу от 3,3 к десятичной дроби. То есть к целому числу, да. То есть 3,3 умножить на 10, это значит, запятую перенесли, будет 47 умножить на 10 плюс 33 умножить на 10. Ну, опять-таки, 470 плюс 330 можно сложить при желании. Ну, мне, так сказать, проще 10 вынести за скобку, потому что то, что получится потом в скобках проще считать. Ну, и окончательно 10 умножить на 80 получилось 800. Повторяю. Рекомендую, когда вы решаете задачи, даже такие простые, оставлять на черновике следы. Не в уме это делать. Хотя здесь вполне себе в уме нормально считается. То есть понятно, что в уме видно, что первое слагаемое 470, а второе 330. В уме они легко складываются, получается 800. Но я намеренно, аккуратненько все расписал, чтобы потом, перед тем, как я буду выписывать это в бланк ответов, ну, так сказать, в чистовик, я мог перепроверить все эти действия. Ну, и лишний раз что-то перед глазами почитать. В общем, рекомендую записывать. Не экономить, так сказать, ручку. У вас 3 часа. На решение этой задачи, там, ну, несколько минут отводится по расписанию. Минуты 3. А ее можно, там, за 2 секунды решить русло. Поэтому можно записать, чтобы, ну, минимизировать вероятность ошибки. Ответ 800. Следующая задача. Ну, какая-то простая текстовая задача. Уровни примерно, там, не знаю, 6-5 класса. Площадь земель фермерского хозяйства составляет 36 гектар. И распределяется между зерновыми и овощными культурами в отношении 7 к 2. Сколько гектаров занимают овощные культуры? Ну, обычная сдача на доли. Собственно говоря, ну, решаю, да. Пусть их... Ну, конечно, когда вы на реальном экзамене пишете, так вот подробно выписывать, так сказать, не надо, наверное. Уж слишком это много времени и места займет. Ну, я здесь выписываю, чтобы вам, как слушателям, было все понятно. Итак, пусть х такое число. Ну, та самая доля, что зерновых культур 7х гектар, а овощных 2х. Тогда отношение 7х2 к х будет 7 к 2, как данного условия. И получаем уравнение 7х плюс 2х равно 36. Конечно, это уравнение легко себе решается. Где-то оно уровне в районе, там, 2-го, 3-го класса. Мы его решаем, получаем х равно 4. Соответственно, нам нужно, сколько гектаров занимают овощные культуры? Овощные культуры 2х. Значит, 2 умножаем на х, 2 на 4 это 8. И пишем в ответ 8. Ну, тоже. Вообще, все первые задачи, они там буквально, ну, очень простые. Реально, тут более-менее сложные задачи. Это последние 3. Они немножко нестандартные. Возможно, с такими на уроках конкретно вы не сталкивались. Вот там, да, действительно сложно. Ну, тем не менее, как бы набрать 17 баллов. Нужно здесь только одну, более-менее решить. Так, четвертая работа. Четвертая задача. Значит, работа постоянного тока в джоулих вычисляется по формуле. Пользуясь формулой, найдите эту работу, если даны все значения. В общем, задача казалась бы по физике, но реально это обычная задача по математике. То есть, у нас есть выражение задаванная формула. И нужно, подставляя в эту формулу значения заданных переменных, получить величину этого выражения. В данном случае, как бы, все стандартно просто. И, тем не менее, я аккуратненько записываю. Так сказать, на черновике. 9 в квадрате умножить на 20, делить на 16. Была бы ошибка. Возводить 9 в квадрат, умножать на 20, потом делить на 16 в столбик, возможно. Перед... При вычислении дробей, конечно, желательно сначала посмотреть, есть ли общие множители, в числителе и знаменателе, на которые можно сократить. А вот, чтобы понять, есть ли эти множители или нет, желательно знать основные признаки делимости, которые в школе изучаются. Ну, по крайней мере, основные 2, 3, 5, 9 и так дальше. Ну, в данном случае 20 и 16 сокращаются на общий множитель 4. Значит, 81 получается умножить на 5 четвертых. Ну, а тут, опять-таки, можно, конечно, просто умножить 81 на 5 устно, разделить столбик на 4 или устно. Ну, я пишу так. 5 четвертых это 1 целая 1 четвертая, то есть единица плюс 1 четвертая. Значит, я, если 81 умножаю на единица плюс 1 четвертая, у меня получится 81 плюс 81 умножить на 1, значит, делить на 4. Ну, то есть 81 плюс... Ну, 81 на 4 делится тоже просто. 81 на 4, 20 и 1 на 4, вот это 20, 25 сотых. Посчитали, получили ответ. Никто не говорит, что вот таким образом оформленная запись является образцом. Нет, если вам как-то удобнее по-другому считать, если вы прекрасно считаете в столбик, там, в себе уверены, ради бога. Ну, я, так сказать, знаю по опыту, что многие школьники к 11 классу в столбик уже с трудом. Особенно часто ошибается при делении в столбик. Там, когда надо знаки переносить, запятые, нули вписывать, очень часто происходят ошибки. Поэтому, по возможности, лучше такие вещи, ну, избегать, если можно. То есть, все-таки, вот в этой записи я везде все считал устно. Мне не требовалось там каких-то отдельных вычислений на каком-то другом огрызке бумажки. Ну, ответ 101.25. Найдите значение выражения. Ну, тоже простая задача для тех, кто понимает, что тут у нас перед нами формула разность квадратов. Формула-то эта там в справочнике есть. У вас на экзамене не будет там среди этих двух страниц справочного материала. То есть, а минус b умножить на а плюс b, да. Ну, во-первых, это у нас формула. Обычные школьники заучивают как? А квадрат минус b квадрат равна там разность умножить на сумму. Вот. А здесь ее применяют в обратном порядке, так сказать, справа налево. Как арабы пишут, да, справа налево. Ну, то есть, это тоже навык, который нужно вырабатывать. Ну, надеюсь, он у вас выработан. Все-таки у вас в классе седьмого учили работать по этим формулам сокращенного умножения. Итак, аккуратненько записываем. Это разность квадратов. Поэтому корень с 20 в квадрате минус 3 корня из 2 в квадрате. Все. Ну, и дальше стандартно возводим в квадрат. Вычитаем. Получаем ответ 2. Вот так. Ну, не думаю, что у вас там пока какие-то вопросы возникают. Задачи все простые. Но если вопросы какие-то возникают, пишите их в чате. Мне тут же об этом сообщат. Подробно обсудим. Итак, следующая задача. Ну, кстати, задача очень похожая по идее на первую задачу профильного ЕГЭ. Да. Вообще в профильном ЕГЭ и в базовом ЕГЭ, ну, примерно штук 8-9 задач из профильного ЕГЭ встречаются так или иначе в базовом ЕГЭ. То есть там большое множество пересечений. Ну, в данном случае эта задача обычно первая такого типа. Итак, в читальном зале городской библиотеки за каждым столом может работать одновременно не более 4-х человек. Какое наименьшее количество столов должно быть в зале, чтобы одновременно в нем могли работать 75 человек? Ну, вот это, конечно, все эти записи, они в уме происходят. Понятно, чтобы количество столов было наименьшим, необходимо, чтобы каждый стол, за исключением, быть может, одного, был полностью заполнен. Если бы у нас был вопрос, какое максимальное количество столов должно быть, ну, на каждом по одному человеку посадили 75 столов. Она минимальная. Соответственно, как можно плотнее она должна садиться. Ну, с этим мы тоже сталкиваемся часто. Чтобы в автобус, например, влезло как можно больше пассажиров, там она как можно сильнее уплотнится. Точно так же здесь. Каждый стол должен быть заполнен. Ну, а это получается, чтобы найти количество столов, мы должны 75 разделить на 4. Ну, с остатком. У нас получается 18, и в остатке 3. Следовательно, у нас 18 столов будут заполнены, сидит на них по 4 человека. Ну, еще один стол понадобится, на который вот эти 3 тоже необходимо разместить. Значит, всего столов будет 19. Даем ответ. Ну, задача тоже уровня там, я не знаю какого. Ну, наверное, 5-6 класса. В принципе, основная ошибка школьников, они берут 75 делить на 4 в столбик. Там, условно говоря, получают 18,75, а дальше отбрасывают целую часть, и в ответ пишут 18, например. Ну, или как-то там еще округляет, непонятно. В общем, тут просто надо понимать, что раз нам требуются столы, то их на самом деле нужно округлять в большую сторону. Даже если я получу не 18,3 четверть, а, скажем, не знаю, 18,1 четвертая, все равно столов нужно 19, потому что это у последнего человека, если нужно куда-то посадить, которому отдельный стол потребуется в этом случае. Ну, следующая задача. Решите уравнение. Обычно в этом месте на базовом ЕГЭ два типа уравнения. Либо линейное, ну, в данном случае сводящийся к линейному, либо квадратное. Ну, и те, и те совершенно стандартные уравнения. Ну, линейное уравнение мы решаем тоже, вот, как обычно. Ну, я подробненько выписываю, так сказать. У меня целых три часа на решение этих задач. Поэтому черновик у меня тоже есть. А вот я аккуратненько выписываю. Переписываю уравнение, раскрываю скобки, привожу подобные. 45 минус 2, это 43. Теперь, как обычно, при решении линейного уравнения отделяем мух от котлет. То есть слева то, что содержит переменную, справа свободные члены, не содержащие х. Значит, переносим все. Ну, обычно переносим через знак равенства. Знак меняется на противоположного слагаемого. Считаем. Получаем 18х равно минус 72. Ну, и, как обычно, делим левую и правую часть на 18, чтобы выделить неизвестное х. То есть х равно минус 72, а 18 равно минус 4. Ну, это уравнение, не знаю, второго класса. Там 2х равно 5, там вот у 10, они стандартно решаются. Итак, получилось минус 4. Это будет ответ. Если у кого-то, ну, как вы знаете, да, тут можно где-то ошибиться, да, ну, там неправильно разделил, там что-то неправильно мог сделать. В данном случае число очень простое, минус 4. То есть можно просто проверить подстановкой, да. То есть я беру, подставляю, вот это уравнение вместо х минус 4. Будет 2 на минус 4 минус 8 плюс 5, это минус 3. 9 на минус 3 минус 27 и минус 2 минус 29. Это равно правой части. Значит, действительно, минус 4 является корнем. И я могу смело его писать в ответ. То есть такие проверки, они тоже иногда полезно делать, потому что они, ну, фактически исключают ошибку. То есть я просто-напросто проверю. Да, действительно, это корень, никаких вопросов нет. Это проверка подстановкой. То есть проверка задачи ответа при помощи обычной проверки. Бывает, когда невозможно подставить, какие-то дополнительные соображения могут работать. Ну, например, решайте вы задачу, скажем, по теории вероятности. Вот видите, у вас получилось, скажем, 1,3. Ну, ясно, что вы ошиблись, потому что вероятность по ее свойствам не может быть больше единицы. Или, скажем, например, какой-нибудь там решаете, решаете, ищите скорость воздушного шара. Решали, решали, раз, у вас получилось 1500 км в час. Ну, как-то сомнительно, что у воздушного шара будет такая скорость. Поэтому это, так сказать, проверка на правдоподобие ответа. То есть тоже там, или вы там ищете, там, я не знаю. Ну, в общем, вот такие вещи, их полезно тоже, как хотя бы в уме перед тем, как писать в ответ, прикинуть такие вот, прикинуть, правильно ли у вас ответ получился. Ну, а обычная проверка, это просто перечитывание вот этого вот решения и проверка каждого шага. Ну, тут есть одна проблема. Людям свойственно, так сказать, ошибаться. Поэтому очень часто одна и та же ошибка, если вы ее допустили, какой-то из этих строчек, да, потом это быстро прочитали, то вы ее можете просто опять же и пропустить. Вот. А вот если проверка, как я сейчас сделал, подстановкой, она стопроцентная. Потому что я пересчитал, действительно, при подстановке получается верно-числовое равенство. Значит, у нас 40 на корень. В общем, рекомендую об этом тоже задумываться иногда. То есть проверять полученный вами ответ. Ну, если эта задача какая-то смысловая, то проверять его с точки зрения, так сказать, ну, правдоподобия, да. Если, ну, скажем, как в старом мультике, да, решали-решали, у вас там полтора землекопа получилось. Ну, понятно, что, скорее всего, у вас там ошибка, да. То есть там, где повернется целое число, дробно не может получиться. Ну, и так далее. Вот такие проверка на правдоподобие, да. Проверка подстановкой. Ну, и, в общем, вот такие вот вещи. Или вы там находите угол треугольника, а у вас раз получилось, там, не знаю, 190 градусов. Ну, как-то тоже сомнительно, да. То есть вот такие вещи, проверка на правдоподобие, тоже полезно, так сказать, проводить время от времени. Следующая задача. Ну, фактически, эта задача, она, ну, прикладная математика, да, но, на самом деле, геометрия, да. Перила лестницы дома для надежности укоплены посередине вертикальным столбом. Рисунок 21. Видите, высоту этого столба, если наименьшая высота перил H1 равна полтора, а наибольшая 3 метра. Ответ дайте в метрах. Ну, тут, как бы, сразу понятно, если вот так вот посмотреть, на бок голову повернуть, то видно, что это трапеция, да. У них, так сказать, сторона H1 и H2, они параллельны. Ну, и L тоже им параллельна. Причем L у нас по условию, это посередине, да. То есть L соединяет с линией противоположных боковых сторон трапеции. Значит, это средняя линия формулы в справочнике есть. Средняя линия вычисляется как полусумма оснований трапеции. У нас H1,5, H2,3. Считаем полусумму, получаем ответ. Ну, и тут ответ пишем. То есть, ну, тут какая в этих задачах необходимо, чтобы их решать? Ну, необходимо увидеть, где здесь от чертежа какой-то там реальной ситуации, перейти к геометрическому чертежу и увидеть соответствующую фигуру. Там треугольник, какой-нибудь равнобедренный, да, сочетропицию и так далее. Задача номер 9. Ну, тут, честно говоря, несложно сказать, к какому разделу математики она относится. То есть, в принципе, это задача проверяющая, мне кажется, ну, так сказать, вашу дееспособность, да. То есть, человек в этом мире живет или где-то там в другом. Как вот вспоминая книгу про Ихтиандра, да, Беляева, там тоже его на суде попытались проверить, адекватный он или нет этого Ихтиандра. И спрашивают, какая у него дата, какое у него число, какой день недели, какой год. Вот он этого не знает ничего. Ну, его записали, что он недеспособный. Хотя, на самом деле, если бы они там спросили, вот то, что он знает там, какие течения там в данной местности, какие там температуры воды, где, он там все это наизусть бы рассказал, потому что он там живет, он это знает. А вот из людского мира он не знает ничего обычно. Вот здесь проверяется, принадлежите ли вы нашему миру, да. То есть, понимаете ли вы, вот нужно поставить соответствие величины, значения. Ну, понятно, что площадь циферблата наручных чисел, что-то маленькое. Площадь купюр 1000 рублей, ну, все ее более-менее видели, примерно представляет. Площадь бассейна Амазонки, скорее всего, что-то громадное, да. Где тут среди громадных чисел, а вот у нас первое число. То есть, B это, скорее всего, один там, ну и так далее. В общем, тут какого-то решения смысленного нет. Просто выписываем соответствие. То есть, площадь арены цирка, ну, вот 133 квадратных метра. Ну, да, примерно. Что такое 133 квадратных метра? Ну, это примерно квадрат со стороной корень 133, то есть, там, между 11 и 12 метрами. Ну, да, вот 11 на 11, 12 на 12, ну, примерно. Только она круглая, да. Примерно, да. Площадь бассейна Амазонки, ну, понятно, квадратные километры там огромные. Циферблата наручных часов. Ну, а у нас осталось только 10 тысяч там с копейкой, почти 11 тысяч квадратных миллиметров и 5 квадратных сантиметров. Ну, тут вот да, надо думать, какой из них к кому относится. Ну, то есть, перевести квадратные миллиметры в, ну, 5 квадратных сантиметров, это, значит, корень извлекаем. Значит, квадрат чуть больше 2 на чуть больше 2 сантиметров. Ну, тогда, похоже на циферблат научных часов. То есть, я сразу могу сказать, что пункт В соответствует 4. Ну, потому что квадрат, это, ну, площадь квадрата, вот так произведение, ну, квадрат стороны, значит, чтобы найти примерную сторону, я из 5 корень извлекаю, получится там чуть больше 2. Ну, тогда соответствует, явно не соответствует купюре в 1000 рублей. Ну, в общем, вот подобные рассуждения, они там легко позволят такие задачи решить. В принципе, они все такого же типа. Либо площадь недостопоставить, либо высоты там, либо рост там человека, не знаю, высоту там горы и так далее. В общем, не знаю, что они проверяют. С моей точки зрения, это значение по математике, а на, не знаю, на здравый смысл. Ну, тем не менее, в ответ мы записываем вот эти полученные нами числа, 3, 1, 4, 2, вот эту табличку, прям последовательно заполняем. А в бланк ответа уже пишем вот это вот число. 3, 142. Ну, это 3, 1, 4, 2, последовательные цифры, которые у нас подставляются вот сюда, ну, в какую-то таблицу. Так, задача по теории вероятности. В принципе, задача такого типа есть и на профильном ЕГЭ, и на базовом. Они примерно одного уровня сложности. Ну, иногда на профильном чуть-чуть посложнее бывают задачи. Ну, а бывают и такого типа, вполне себе простые. Итак, на экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это просто по теме свойства параллелограмма равна 0,22. Вопрос по теме треугольники вероятность равна 0,2. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих тем. Ну, для решения, опять-таки, я здесь записываю очень подробное решение. Ну, давайте его посмотрим. Да, значит, мы как обычно, как положено, при решении таких задач, у нас уже вероятности чего-то даны. Значит, это не будет задача на классическое применение вероятности, а будет задача на применение каких-то там свойств вероятности над событиями. Свойств операции над вероятностями, над событиями. Значит, какие у нас здесь события? Ну, события, пусть события А школьнику достанется вопрос по одной теме, а Б по другой теме. Тогда у нас найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих тем. То есть по теме параллелограммы или треугольники. Ну, раз я ставлю мысли на союз или, то у меня происходит событие А или Б. Это значит, что происходит событие объединения этих двух событий. То есть мы должны объединить их при помощи операции объединения. Значит, нам необходимо, нужно найти вероятность такого события А в объединении с Б. По стандартной формуле вероятность объединения двух событий равна сумме вероятностей без вероятности совместного появления. То есть вероятность А в объединении с Б равно П от А плюс П от Б вероятность событий А и Б и минус А пересечения с Б это одновременно, когда А и Б происходят. Минус вероятность их пересечения. В нашем конкретном случае P от A и P от B даны в условии и задачи. События A и B несовместны. Тут есть такое волшебное предложение. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. А это означает, что A и B одновременно не может быть события произойти. Поэтому вероятность его равна нулю. Такие события, на задаче, невозможные. Значит, невозможное событие. И тогда у нас вероятность объединения равна просто сумме вероятности. Сложили эти два числа 0,22 и 0,2 и получили ответ. Вот я это вам все длинно и красиво рассказывал. Это полностью аккуратненько оформленное решение этой задачи. Но нам на экзамене оформлять задачи не требуется. Поэтому, собственно говоря, когда мы смотрим на это условие, у нас один должен быть вопрос. Здесь эти два числа надо сложить или умножить. И выясняется это очень просто. Вот если я при поиске вот этого вот решения хочу поставить между этими событиями союз или, как в данном случае, значит, вероятность по одной из этих тем. То есть по первой теме или по второй. Вот если союз или, то мы должны суммировать. А если союз был бы И, то тогда надо было перемножать. То есть там было бы пересечение событий. Собственно говоря, вот основная такая классификация. Учитывая, что базовое ЕГЭ очень простое, там вот этих всяких тонкостей, ну скажем, здесь, где события несовместные, то есть совместные, когда еще бывает вероятность их пересечения нулевая. Обычно таких задач в базовом ЕГЭ нет. Поэтому вопрос только сводится, какой союз поставить. И, или, или. Соответственно, будет умножить или сложить. В данном случае сложить. Повторяю, подобные рассуждения на профильном ЕГЭ не очень-то проходят. Там надо четко смотреть, вот, ну, бывает там посложнее. Ну, базовом обычно такие простые задачи. То есть, в общем-то, задача простая. Ну, нам не нужно оформлять условия решения, поэтому просто два числа сложили, укс на ответ выписали. Но, главное, не перепутать. Суммировать надо, либо перемножать. Вот в профильном ЕГЭ, там иногда еще его читать надо, там, в общем, всякие бывают задачи. Ну, всякие комбинации здесь таких нет. Это базовое, ну, постой. Так, одиннадцатая задача тоже подобная на профильном ЕГЭ есть. На профильном ЕГЭ, ну, кстати, предыдущая задача десятая. На профильном ЕГЭ по теории вероятности четвертая задача. На вот это аналогичное, на профильном, будет второй задача. То есть, умение читать в графике. Каких-то там реальных зависимостей. Так, на рисунке 22 жирными точками показан курс евро. Установлен Центробанк на некоторые дни января 2017 года. По горизонтали указывают числа месяца. По вертикали цена евро в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке с одними линиями. Определить по рисунку, какого числа курс евро был наименьшим за указанный период. В общем, такие задачи на профильном ЕГЭ решают примерно обычно 98-99% решающих. Ну, на базовом примерно те же самые цифры. То есть, это очень простые задачи. Обычно здесь ошибки связаны с невнимательностью. Что-то где-то пропустили. Либо в условии, не зависит период, а там какой-то определенный период нужно только там смотреть. Либо там вопрос наименьший, а вы там наибольший найдете. Но такие ошибки по невнимательности всегда 1-2% найдете, которые ошибутся. А в остальном задача очень-то устная. В нашем случае наименьшем за указанный... Ну, понятно, когда наименьший был в начале. Вот самое маленькое значение было 10-го числа. И в ответ нужно записать именно какого числа, а не сам курс. Потому что кто-то может быть здорово запишет вместо 10-ти. Ну, тут, к счастью, числа не целые. Они находятся в узлах, так сказать, решетки вот этой вот. Поэтому тут непонятно, какое значение. Ну, а вот если бывает так, что здесь стоял бы конкретное число, там 60, да? Кто-то был в ответ вместо 10-ти и написал бы 60 рублей за евро, да? То есть вот это еще путает, там, в цене деления ошибается и так далее. Ну, а в остальном, конечно, обычной ошибок нет. Ну, на базовом ЕГЭ как правило попроще. Ну, в моем случае задача простая. Задача номер 12. В принципе, задача просто на перебор, каких-то там подбор, ну, в нужных случаях. Итак, в городском парке имеется 5 аттракционов детей. Вот они все перечислены. Указана стоимость билетов на каждой из аттракционов. Дальше. Пользуясь таблицей, подберите набор билетов так, чтобы дети посетили 3 аттракциона, а суммарная стоимость билетов не превышала 500 рублей. Вот видите, запишите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. В любом порядке. Ну, там, 1-4, 4-1, неважно, это одно и то же. Так, 3 аттракциона, суммарная стоимость билетов не превышала 500. Ну, в ключе, это задача, которую, в общем-то, практически каждому из вас в жизни неоднократно приходилось решать. В конце, в кармане лежит 500 рублей, больше, так сказать, родители не дали, а хочется посетить как можно больше мероприятий. И вот так сидите там и прикидывайте. Так, ну, тоже очень простая задача. В нашем случае 3 аттракциона, ну, просто вот там, как можно тут, я не знаю. Ну, например, 2, 3, 4, да? 350 и 100... А, нет, это 500, 600, не пойдет. Так. Ну, значит, это 1, скажем, 3, 4, да? 280, 380, это 150, так, они 500 рублей. Ну, короче, так вот перебираем, пока не найдем. В данном случае... А, тут же в списке по несколько, да? В пункте 2, тут сразу 2 аттракциона стоят 350 рублей, да? Вот берем 2,4. Тогда у нас поезд, слоник, комната смеха, тир, метки, стрелок. Ну, и возможно, тут, кстати, говоря не единственное решение. Возможно, еще что-то можно подобрать. А, вот можно 2,3 взять. Опять же, поезд, слоник, комната смеха и карусель, ромашка. 350, 150, да, тоже в сумме 500. 500 рублей в нас есть. Не превышало, это значит меньше, либо равно 500. То есть тут два варианта. Любой ответ будет считаться правильным. Вы его лишь бы записали, и все. Ну, то есть, это задача, собственно говоря, на подбор, на перебор вариантов. Можно там просто методом здравого смысла и житейской губики, они все решаются. Так, тринадцатая задача. Это задача, условно говоря, по стереометрии, да. Ну, применение ее, так сказать, в жизненной ситуации. Аналогичная задача есть, кстати говоря, в профильном ЕГЭ похожего типа. Значит, вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне аж 40 сантиметров. На каком уровне в сантиметрах окажется вода, если у другой цилиндрический сосуд, радиус основания которого вдвое меньше, чем у первого. Ну, понятно, если я возьму бу меньше, то когда я налью, ну, уровень повысится, потому что вода, объем тот же самый, а площадь основания меньше, да, у этого стакана сосуда цилиндрического. Иначе повысится. Вот какой он будет, это надо как-то аккуратно записать. В принципе, решать можно сдачу устно, а можно все аккуратненько расписать. Ну, даже чтобы ее решать устно, нужно, конечно, знать формулу. Формула там в справочнике есть. Какая формула? Формула объема цилиндра. Объем цилиндра – это площадь основания, а площадь круга PR квадрат, PR радиус основания цилиндра. Ну, и умножить на высоту. PR квадрат H. Что я по этой формуле вижу? Что если радиус основания вдвое меньше будет, то тогда R квадрат станет в 4 раза меньше. Соответственно, чтобы объем остался неизменным, высоту нужно увеличить в 4 раза. Ну, 40 умножить на 4 будет 160 сантиметров. Ну, то есть вот такое совершенно устное решение. Для тех, кого устное решение смущает, я аккуратно все записал. То есть вот у нас пульс 2R радиус основания первого сосуда, а второго в 2 раза меньше R. Ну, можно, конечно, взять за R радиус первого, второго будет R пополам, но там с дробями возиться не хочется. Поэтому я взял 2R радиус первого, R в 2 раза меньше радиус второго. И пульс этой формулы записываем равенство. Польшой объем в 1 и тот же. Мы же ее не меняем. Соответственно, у нас пи 2R в квадрате H она была в первом сосуде. Справа записано. А слева через радиус второго уменьшенного по радиусу основания сосуда будет пи R квадрат на H2. H2 неизвестная высота. Ну, и решаем аккуратненько это уравнение. Значит, ну, пи сокращается слева и справа. Возводим в квадрат. Сокращаем квадраты. R квадрат. Число это положительное, понятно, не было. На него легко можно поделить. И остается H2 равно 4 уменьшить на 40. 160. Ну, то есть вот так вот. Иначе говоря, если площадь, радиус основания уменьшается в 2 раза, значит, площадь уменьшается в 4 раза, чтобы объем остался неизменным, потому что объем это произведение площади основания на высоту. Если 1 со множитель 1 площади основания уменьшится в 4 раза, значит, чтобы объем остался неизменным, высота должна увеличиться в 4 раза. Такие простейшие соображения позволяют ее решить устно. Здесь я на всякий случай аккуратно все записал, дабы ни у кого не возникло сомнений. Действительно, надо увеличивать 4 раза. Эта задача, конечно, она такая. На умение читать график, но она уже сложная. Во-первых, тут ответы множественные. Тут нужно поставить соответствие. К каждому интервалу его характеристику. Ну, собственно говоря, ничего смертельного нет. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту. На вертикальной оси крутящий момент в ньютонометрах. Соответственно, пользуясь графиком, поставьте соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту, характеристику крутящего момента. Ну и смотрим. Так, пункта интервалы от 0 до 1000. Так, при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется. Пункт 1 не подходит, он здесь увеличивается. При увеличении, пункт 2, число оборотов уменьшается, не подходит. Так, пункт 3. При увеличении числа оборотов крутящий момент увеличивается от такой-то до такой-то величины. Ну, тут до 140, а тут до 1000 меньше 40. И пункт 4. При увеличении числа оборотов в кутишный момент не превышает 40. Действительно, на промежутке от 0 до 1000 нигде эта кривая выше 40 не поднимается. Значит, пункт А соответствует четвертый пункт. Ну и вот так вот по каждому пункту аккуратненько. Пункт Б. Интервал от 1500 до 2500. Тоже здесь происходит повышение. И вот до 160 до 140. Это пункт третий. Значит, пункт Б соответствует 3. Смотрим пункт В. Диапазон от 2500 до 4000. Тут она постоянное значение. Соответственно, где-то здесь не меняется. Пункт 1. При увеличении числа оборотов не меняется. Значит, пункт В соответствует 1. Ну, понятно, что соответствует пункту Г, так сказать, по принципу исключения. Ну, все-таки, мало ли, а вдруг мы ошиблись. Поэтому рекомендую пункт Г тоже поставить аккуратненько в соответствии, а не по остаточному принципу это сделать. Итак, от 4 до 6 тысяч. Тут у нас убывает график. Соответственно, пункт 2. При увеличении числа оборотов в культуре уменьшается. Значит, Г2. Ну, да, действительно, 4, 3, 1, 2. Нигде не повторяется. Вот здесь все нормально. И даем ответ. 43, 12. Ну, просто последовательность чисел. Такое целое число. 4, 3, 2, 1, 2. Ну, просто последовательность цифр. 4, 3, 1, 2. Вот. Ну, вот в этом 14 номере достаточно часто всякие вопросы дают. Вот здесь по графику какой-то конкретной зависимости. Бывает тут и проверяют, насколько вы понимаете, там, свойства, скажем, производной, геометрический смысл производной. Ну, там, скажем, если производная положительная, функция возрастает, отрицательного бывает и так далее. То есть здесь достаточно сложная задача. Процент превышаемости невелик, в общем-то. То есть она достаточно такая. Бывает там и с производными, там, достаточно сложно. Ну, в данном случае, да и в данном случае, тоже надо аккуратно уметь читать график. Тоже, в общем, не из простых задач. Ну, для тех, кто дает базовый ЕГЭ, это не простая задача. Для тех, кто дает профильный, они, конечно, все эти задачи, ну, кроме последних трех, в основном решают очень легко. Так, 15-я задача. По обычной геометрии, по планиметрии. На прямой АБ, это точка О. Луч ОФ, это бисектриса угла КОВ. Известно, что угол КОВ 53 градуса, найдите величину угла АОК. Практически лукная задача. И мне аккуратненько нарисуем. Итак, на чертеже указываем то, что нам дано. Значит, угол КОВ 53. Так как ОФ бисектриса, то и угол ФОВ тоже 53 изобразили. Ну, и, собственно говоря, теперь, чтобы найти требуемый в ответе угол АОК, вспоминаем о том, что развернутый угол АОБ, его величина равна 180 градусов. Значит, чтобы найти искомый угол, надо из 180, ну, два раза вычесть по 53. Ну, опять-таки, желающие могут умножать 2 на 53, потом из 180 вычитать это число. Ну, мне так тяжелее, чтобы с большими числами работать, всегда больше вероятность ошибки. Проще двойку за скобку вынести. Ну, а 90 минус 53 проще вычитать. Получаем, короче, ответ в любом случае правильно. Ну, в общем, обращаю ваше внимание, что вот когда вы что-то там считаете, лучше за скобку вынести, потому что тогда в скобке придется меньше, будут меньше числа, и вычисления будут проще. Эти проблемы, конечно, у нас абсолютно не волнует, когда у нас под рукой калькулятор. Там он все равно быстро считает одинаково и правильно. А вот когда калькулятора под рукой нет, ну, на это надо пытаться обращать внимание. Скажем, когда вы считаете, скажем, например, дискомбинант квадратного уравнения, да, то там, например, очень часто возникает разность квадратов, да, там у нас B квадрат на 4C. Если 4C тоже полный квадрат, ну, через коэффициент, то лучше расписать разность квадратов и через него потом легко посчитать. Ну, и там подобные такие есть приемы, которые, если, скажем, дробь считать, то лучше сначала сокращать в числе замокли, а не перемножать. То есть вообще любые действия, которые увеличивают числа, они по возможности их стараться надо избегать. А идти по пути, так сказать, сокращение общих множителей, вынесение общих множителей за скобку, применение формул сокращения на умножение, потому что все это позволяет упростить вот вычисление. Так, шестнадцатое тоже по геометрии, но уже по планиметрии. Так вот, стереометрия. Классическая задача. Значит, данные стороны основания правильной шестиугольной пирамиды и боковые ребра, да. Ну, правильная, значит, в основании у него правильный шестиугольник, и, значит, все боковые ребра тоже все одинаковые. Видите, площадь боковой поверхности. Ну, опять-таки, формулы такой у нас там в справочнике нет. То есть мы должны ее как-то сами вот получить. Ну, ясно, что боковая поверхность такой фигуры состоит из таких вот шести равных треугольников. Вот, если площадь одного мы найдем, умножить ее на шесть, это и будет площадь боковой поверхности. Вот мы аккуратненько ввели обозначение, буковки поставили S, A, B, ну, чтобы удобно было ссылаться. Через H обозначили апофему, ну, высоту вот такой боковой грани треугольника S, A, B. Соответственно, это равнобедренный треугольник, у него, значит, у него высота является еще и медианой. Значит, вот здесь отрезок равен десяти. Ну, я даже букву не поставил, так все понятно. И теперь находим, во-первых, боковая, площадь боковой поверхности, это равна шести площадей этого треугольника. Каждый треугольник, площадь, это полное произведение основания на высоту. Основание нам дано 20, значит, высота H неизвестна. Ну, привели подобные, посчитали, так, площадь равна 60 H. Теперь нужно найти H. Ну, и понятно, как его найти. Потерим Пифагора. И, кстати, вот здесь при расчетах, обратите внимание, когда я считаю, я вижу, что это разность квадратов. Соответственно, неграмотный человек начнет 26 в квадрате, даже по той таблице посмотрит, которая там дана, получит вот такое число, по-моему, 576, да? 10 в квадрате это 100, потом начнут их вычислять. Ну, там кто-то, ладно, легко вычислить. А потом еще корень из этого трехзначного числа извлекать, тоже там непросто. Вот, поэтому проще разность квадратов. Вот я применяю. То есть разность квадратов там, вообще формула сокращенного умножения не только применяется для упрощения и вычисления там каких-то выражений, содержащих переменные, да? Не только буквенные выражения, но и совершенно численные, обычные числа при вычислении. Мы тоже можем эти формулы применять, и они упрощают вычисления. Ну, в данном случае 26 на 10, 16, 26 на 10, 36. И оба этих числа являются полными квадратами. Ну, 4 в квадрате и 6 в квадрате. Поэтому корни извлекаются устно и так дальше. А вот если бы я считал это... Надо было 26 вывести в квадрат. Ну, 10 в квадрат это легко возводится. Потом их вычесть. А потом из полученного трехзначного числа тоже искать, чему равен коин. Конечно, когда под рукой таблица квадратов, это проще сделать. Но все равно это возня там и достаточно такая нудная. А здесь все быстро происходит. И все сразу понятно. Поэтому не забывайте про формулу сокращенного умножения. Ну, и площадь боковой поверхности 60 h. Значит, места h подставляем на одинное значение. Считаем. 2,4 на 6 это 144. Нулик приписываем. И так получается ответ. В принципе, да, тут задача достаточно сложная. Ну, в принципе, с геометрией вообще, как правило, ими испытывают проблемы школьники. Практически всегда ее решают хуже, чем алгебру. За редким исключением. Вот. И поэтому... Ну, конечно, так. Задача плохо решает. Так, 17 задача. Это последняя задача, как бы обычная, школьная. И, кстати, напоминаю, что за 17 правильно решенных задач вы получаете полный балл. Пятерку. Тут баллы с вами, какие-то там проценты не переводятся, как в профильном ЕГЭ. Просто ставится школьная оценка. Тоже совершенно стандартная задача. В каждом из четырех неравенств в левом столбце. Соответственно, одно из решений в правом столбце. Останавливайте соответствие между неравенствами и их решениями. Ну, понятно, что эта задача, как бы, достаточно трудоемкая. Потому что здесь множественный ответ. Нужно построить соответствие. Для этого нужно все эти четыре неравенства, в общем-то, решить. И так далее, и тому подобное. Хотя, опять-таки, из некоторых соображений... Не, ну, все равно нужно решать аккуратно. Дело в том, что они так неудобно. Надо решать все равно. Так, ну и вот начинаем решать. Берем пункт А, выписываем это неравенство. Аккуратненько находим... Ну, решаем соответствующее уравнение. Левую часть приравниваем к нулю. Находим эти корни. В данном случае я корни находил не по той формуле, которая вам в справочнике дана, а по теореме обратной теореме Виета. То есть произведение корней равно свободному члену. Минус 1 на 3 равно минус 3. А сумма корней равна коэффициенту при х, взятому с обратным знаком. Минус 1 плюс 3 это 2. С обратным знаком минус 2. То есть это корни этого уравнения. В принципе, конечно, вычисление корней с помощью теорема Виета тоже весьма полезный навык. Во многих случаях он резко ускоряет решение задачи. То есть его можно себе тоже воспитывать. Ну, кто, соответственно, этот навык не воспитал, может по обычной формуле находить дискриминант. Ну, как вот там записана эта формула. Начали я показывал в справочнике. Пользуясь формулой, находите корни. Ну, и в итоге, что мы видим? У нас, если для левой части... Ну, во-первых, конечно, можно просто подстановкой. Да, у нас два корня. Соответственно, в этих точках меняется знак выражения. Ну, и мы можем просто пробными точками подставлять здесь вычислять значение. Ну, там возьмем, скажем, х равно 4. Подставили сюда, посчитали, получили число положительное. Значит, здесь вот этот интервал больше или больше трех входит в решение. Ну, и так далее. И там для каждого интервала пробными точками померили. Но это очень неэффективный в данном случае путь. Потому что понятно, что у нас в левой части график этого квадратного трехчлена – это парабола, у которой ветви направлены вверх. Ну, а минус 1,3 и 3 – ее корни. То есть, если мысленно вот так вот нарисовать эту параболу, проходящую через точки минус 1,3 и ветви, которая направлена вверх, то сразу видно, что больше нуля – она больше большего корня и меньше меньшего корня. То есть, вот этот интервал здесь и отмечен. Теперь смотрим, что у нас, если такой рисунок. Это рисунок номер 2. Значит, пункт А соответствует 2. И так для каждого выполняем. Последний, конечно, можно не решать, а по принципу остаточному написать. Значит, переписываем неравенство. Опять-таки, находим его корни соответствующего уравнения. Опять-таки, по треме и обратной треме вегет. Это произведение корнира на трем. Сумма равна минус 4. То есть, с четырем с обратным знаком минус 104. Вот. Подобрать легко. Значит, ну опять-таки, если посмотреть на левую часть, то это у нас квадратный трюкчлен, графиком которой является парабола, ветви которой направлены вверх. Соответственно, меньше нуля, она между корнями. Ну, соответственно, вот этот промежуток мы выделяем. Он является решением этого неравенства. Смотрим. В нашем случае это четверка. Значит, а, какая четверка? Это у нас первая, да? От одного до трех. Значит, пункту B соответствует 1. B1. Пункт B. Аналогично это неравенство выписываем. Находим корни соответствующего уравнения. Произведение корней равно 3. Сумма равна минус 4. Корни легко подбирается. Значит, минус 3 и минус 1. Опять-таки, это парабола, ветви которой направлены вверх. Значит, меньше нуля, она между корнями. Мы выписываем два корня и между ними выбираем промежуток, который является, отрезок, который является решением. Ну, в нашем случае это четвертый пункт. То есть, B4. Ну, и оставшийся G, понятно, будет 3. Ну, при желании можно, конечно, аналогично прорешать. И да, действительно, G3. И в ответ выписываем последовательность 2, 1, 4, 3. Это и будет вот то, что нам нужно записать по плану ответа. Повторяю, вот все эти задачи до 17-го включительно. Они основаны на обычном школьном материале. По большому счету, ну, вот это, например, материал где-то в районе, ну, там, 9-го класса. Да, то есть. Вот среди всех провешенных задач к 11-му классу относились, пожалуй, только вот задачи по стереометрии. Там, где была площадь боковой поверхности, объем цилиндра. Да, это формула 11-го класса. Все остальные задачи были, ну, начиная там с 5-го, 6-го класса. Это вот 9-й класс. Базовый экзамен, ну, общий экзамен проверяет всю, весь курс средней школы. Поэтому здесь задачи вот всякие могут быть. Итак, начинаются последние 3 задачи. 18, 19 и 20. Это задачи, ну, в каком-то смысле, самые сложные. Почему? Потому что они, ну, подобные им на экзамен, ну, в школьном учебнике обычно, ну, не провешиваются. То есть, это задачи какие-то нестандартные немножко. В частности, 18-я задача, она, ну, фактически просто проверяет логику, да, насколько вы, так сказать, понимаете логические там какие-то утверждения. В принципе, она может по-разному решаться, ну, в зависимости от условия, да. Иногда ее решают с помощью, там, построения картинки там какой-то. Ну, можно просто рассуждениями решать, да. В данном случае, вот, проще всего рассуждениями. Итак, у нас есть утверждение. Когда кто-нибудь открывает дверь, попугай обязательно говорит «Привет». Выберите утверждение, которое следует из этих данных. И начинаем рассуждать. Но эти рассуждения тут я не приводил, устно воспроизведу, да. Если Жека молчит, значит, кто-нибудь открывает дверь. Ну, понятно, что это неправда. Потому что если кто-нибудь открывает, то надо так говорить. Значит, пункт один нас не подойдет. А у нас, значит, в ответе укажите, какие, которые следуют. Первая не следует. Соответственно, первая не пойдет в ответ. Так, если Жека не говорит, значит, дверь не открывает. Ну, логично. Если он молчит, значит, потому что если бы дверь кто-то открывал, то он бы говорил, а он не говорит. Значит, это верное рассуждение. Пункт два в ответ пошел. Пункт три. Если Маша откроет дверь, то Жека скажет «Привет». Ну, очевидно, Маша, Даша, Вася, неважно кто. Кто-нибудь всегда говорит «Привет». Этот следует. И четвертое. А если дверь закрыта, то Жека молчит. Из данного утверждения не следует. Дверь может быть закрыта, а он там что-нибудь говорит. Там, я не знаю, там попка дурак, например. Кто-нибудь знает, что он там говорит. Вот, поэтому этого утверждения, в данном случае, не следует. Если дверь закрыта, он не обязательно молчит. И так тоже нет. Значит, в ответ мы пишем 2-3, ну, либо 3-2, без разницы, без пробелов. Ну, например, 2-3. В принципе, эти задачи, да, вызывают сложности определенные. Ну, потому что они, как бы, проверяют, насколько вы умеете логически рассуждать. А этот навык, он, в общем-то, не у всех воспитывается школьным курсом математики, скажем так. Вот. Ну, то есть, хотя, казалось бы, очень важные такие, вот умения так вот рассуждать. Не только математикам, да, и в том числе, так сказать, гуманитариям, да. Например, где вот эти рассуждения могут пригодиться. Ну, например, в юриспруденции, да, в суде, а там в суде адвокаты, прокуроры, они постановят это все обсуждать, что следует из этих показаний. Не следует. То есть, вот это вот постоянно там возникают такие вопросы. Ну, в общем, много есть ситуаций, ну, практически, где это вот используется. Конечно, зная хорошо математику, она, как известно, согласно высказыванию Ломоносова, так сказать, ум в порядок приводит, то люди, знающие математику, такие задачи решают легко. Люди, не знающие математику, тоже могут ее вполне решать. Ну, то есть, на основе, так сказать, здравого смысла и житейской логики. Но у них это в среднем получается. Так, задача номер 19. Вычеркните в таком большом числе три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 12. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. То есть, может быть, оно и не одно. Но нам не важно, нам хотя бы одно получить. Понятно, что это задача на делимость. Так, а вот когда число делится на 12, то возникает вопрос. Знаете ли вы это? Ну, во-первых, конечно, можно это не знать, просто проверять каждый раз, там, столбик где-нибудь, да? Но это существенно усложнит рассуждение. Ну, хотя в данном случае можно и так, в общем, даже не зная признаков делимости. Ну, во-первых, понятно. Да, давайте аккуратненько распишется. Ну, как я решал, да? Число делится на 12, если оно делится на 3, на 4. 3 и 4 – взаимопростые числа. Поэтому, чтобы делилось на 12, должны на то и на другое делиться. Взаимопростые, то, у которых наибольшую общую длительность равна единица. Ну, собственно говоря, будем считать это 4. Так, число делится на 3, если сумма его цифр делится на 3. Школьный курс. Это изучают, там, не знаю, в пятом классе. Пункт третий. Число делится на 4, если число, составленное из двух его последних цифр, делится на 4. Ну, это, например, знаю я. В школе, насколько я знаю, далеко не в каждом учебнике соответствующий признак делимости рассматривается. То есть, там есть признак делимости на 2. Но, в принципе, нам и на 2 хватит. Потому что число делится на 4, когда он в два раза делится на 2. Ну, то есть, по крайней мере, оно должно быть четным. Ну, а если кто знает признак делимости на 4, то вообще хорошо. Ну, а по большому счету, как бы, если вы планируете, так сказать, решать задачи, или там решали когда-нибудь, или вот на профильном ЕГЭ планируете решать 19 задачи, там, да, признаки делимости очень часто не нужны. И, вообще, так сказать, грамотный школьник должен знать признаки делимости, ну, где-то от 1, как минимум, до 16 хотя бы. За исключением, может быть, не сильно хороших признаков на 7 и 13. Они там очень корявые, и по формулировке, и особого выигрыша для трехзначных, четырехзначных чисел не дают. Вот все остальные из нас признаки делимости знают. Если вы, как бы, какие-таки задачи сложно решать. Ну, в данном случае, можно и обойтись, повторяю. Хотя бы проверять делимость на 2. Чертная часть последней цифры вполне хватает. Итак, начинаем вычеркивать числа, чтобы число делилось на 4. Ну, то есть, оно должно быть как минимум четным, да, соответственно, тройку точно надо вычеркнуть последней. Ее вычеркиваем однозначно. Так, теперь, если я вычеркну двоечку, которая за тройкой справа идет, то у меня получится 2 последних числа, составленных из двух последних цифр, 42. 42 на 4 не делится, поэтому 4 делиться не будет. Соответственно, я вычеркиваю, если четверку, то будет 32 числа, составленных из двух последних цифр. 32 на 4 делится, значит, число делится на 4. Значит, вычеркиваю 4. Получили вот такое число. У него две последних цифры 32, значит, оно делится на 4. Оно еще должно теперь делиться на 3. Считаем сумму цифр. Тра-та-та-та-та-та, сумма всех цифр 25. Но 25 на 3 не делится. Значит, полученное нами число на 3 не делится, значит, не делится на 12. На 4 она уже делится. Соответственно, из этих вот чисел, цифр, нужно какую-то вычеркнуть такую, чтобы полученное число, ну, сумма цифр делилась на 3. Ну, смотрим, как это можно сделать. Да, последние две цифры трогать нельзя, они отвечают за делимость на 4. Значит, смотрим только вот эту четверку чисел первых. 5, 6, 4, 5. Ну, и понятно, вот если, например, пятерка начинается вправо-налево опять же двигаться, вот в этой первой четверке. Если пятерку вычеркнуть, то сумма цифр будет 20. 23 не делится, пятерку не трогаем. Если, значит, пятерку оставляем. Если четверку вычеркнуть, то у нас сумма всех цифр будет, значит, 21, 20 не делится на 3, все. Значит, полученное число вот это. Оно делится на 3, потому что сумма всех цифр равна 21. Оно делится на 4, потому что число со стороны запасных цифр 32 делится на 4. И, соответственно, оно делится на 12. И полученное из исходного вычеркивание каких-то цифр. Значит, вот задача решена. Причем, тут есть второй... Нет, тут другого ответа нет, то есть тут единственный ответ. Но достаточно часто в подобных задачах бывает несколько ответов. Ну, в данном случае я его решил, зная признак делимости на 4. Это резко мне упасила жизнь. Тот, кто не знает признак делимости на 4, но ему на этом этапе, вот когда он вычеркивает чего-то... Понятно, что последняя цифра 2, значит, она четная. Просто проверять. Вычеркнули 4, в столбик поделили. Не делится. Значит, вычеркнули 3, делится. Все, 32 оставляем. Начинаем с теми числами работать и так далее. Но опять-таки... Опять-таки... А где гарантия, что если не знать на 4? Ну, в общем, тяжело ее решить, не зная признак делимости на 4. Но можно, просто перебором. Много раз поняли. Но вообще-общий признак такой есть хороший. Число делится на 2 в степени n. Если число, составленное из последних его n цифр, делится на 2 в степени n. Общий признак. То есть, если последняя цифра четная, то делится на 2. Для 2, делится на 2 в квадрате. Для 3 последних цифр, делится на 2 в кубе 8. Для 4 последних цифр, делится на 16. 2 в четвертом. Ну, то есть, признак делимости по последним цифрам. Значит, число делится на 2 в степени n. Если на n делится, число составленное из его последних n цифр. На 2 степени Ну в общем короче Вот это По большому счету конечно Для сдающих пазлов и гиги это не надо Так просто вспомнилось Ну в общем перебором можно Ну и наконец 20 задача 20 задача по большому счету Это задача на Ну в некотором смысле олимпиад Хотя предыдущая тоже олимпиадная характерность То есть она немножко нестандартная В школе подобные задачи Не изучались Ну вообще говоря Учитывая что мы имеем дело с базовым ЕГЭ все таки Можно соответствующие сайты посмотреть Ну скажем Mat.eg.ru Там на фипи есть То есть там где можно посмотреть Открытый банк Выбрать вот эти все задачи типа 20 И просто их теперь решать Их не так уж много Там несколько десятков Ну может 30-40 штук Каждый научитесь решать И тогда придите на экзамен И у вас получится такая же точная задача Только другие числа будут Скорее всего Если вы каждое научитесь решать То на экзамене у вас проблем не будет В базовом ЕГЭ все так просто Ну правда нам нужно учиться Эти несколько десятков задач решать Что касается профильного ЕГЭ Там конечно Такая подобного типа задача тоже есть Это последняя задача в профильном ЕГЭ 19-я Ну и вот это наша 20-я Это уровень где-то Пункта А условно говоря Есть в той задаче То есть Однобальная задача А там 4-обальная Так уж существенно сложнее Но пункта 19-я профильного ЕГЭ И 20-я задача базового ЕГЭ Примерно по уровню сложности Похожи По уровню сложности Ну Повторяю что на профильном ЕГЭ Заранее какая будет задача Никому не известно На базовом это известно То есть в принципе Там не может быть задачи Которые нет Аналогичные Открытому банку Будут другие числа Возможно Но задача похожая будет Она есть в открытом банке Ну поэтому и в наших книжках Мы тоже размещаем задачи Аналогичные И такая задача тоже есть В открытом банке Итак Во всех подъездах дома Одинаковое число этажей И на всех этажах Одинаковое число квартир При этом число квартир в доме Больше числа подъездов Число подъездов Больше числа квартир на этаже А число квартир на этаже Больше одного Сколько этажей в доме Если всего в нем 154 квартиры Значит на все Одинаковое число этажей Во всех подъездах На каждом этаже Одинаковое число квартир. Ну, в общем, конечно, достаточно такое закутанное условие. Ну, вводя аккуратненько обозначение, например, так. Пусть П количество подъездов это, вот эта вот греческая буква называется, это. Количество этажей, как число квартир в данном доме. Ну, я так обозначу, что подъезды, этажи и квартиры. П это К. Вы, конечно, можете общерусскими буквами, буквой П, буквой Э, буквой К, большими обозначили, вообще мозги не слышали. Это не важно. Тем более, оформлять решение от вас никто не требует, нужно только писать ответ. Ну, я здесь, конечно, аккуратно оформляю, потому что вы это все читаете. Итак, по условию число этажей больше числа подъездов, а число подъездов больше числа квартир на этаже. То есть, это больше П, больше К. Это Ж, больше подъездов, больше квартир на этаже. По условиям. Ну, а общее число квартир в доме, как посчитать? Если в каждом подъезде одинаковое число квартир, на каждом этаже одинаковое число этажей в каждом подъезде, на каждом подъезде одинаковое число квартир. Значит, просто надо все эти числа перемножить. Итак, это произведение равно по условию 154 Всего квартир 154 К это квартир на одном этаже Умножить на число этажей И умножить на число подъема Получили вообще число квартир Ну и понятно, что числа КП это натуральные числа Значит нужно осмотреть Как можно 154 представить в виде трех сомножителей натуральных Раскладываем на простые числа Согласно основной тюрьме арифметики Разложили любого числа на простые множители однозначно Точность этой перестановки сомножителей Значит делим там 154 на 2 поделили Потом поделили на 11, поделили на 7 И в итоге получили разложение Это лучше вообще классов 4 Итак, разложили на простые множители Ну а теперь смотрим У нас значит эти множители должны располагаться по возрастанию Потому что у нас есть вот это соотношение Это больше П больше К То есть по возрастанию И должно быть их 3 Возможно всего два варианта Либо 2, 7, 11 вот этот вариант Либо 1, 2, 77 Ну 77 это 7 умножить на 11 Вот Обычно все забывают Потому что 1 это тоже может быть Но на наше счастье Этот подводный камень здесь никак не используется Потому что по условию У нас есть еще условия Что число квартир на этаже больше 1 Значит этих трех сомножителей Единца быть не может Значит остается только один вариант 2, 7, 11 То есть К равно 2 П равно 7 Это равно 11 Нам нужно вот это написать Сколько этажей в доме То есть вот это равно 11 Значит где-то 11 И получили решение задачи Засада была бы Если бы они вот здесь Именно этот вариант бы сработал Разложение на 1, 2, 77 Многие забывают Что 1 это тоже множитель И про него могут забыть И в общем там что-то произойдет Не то что надо Но в нашем случае К счастью Такого условия Условия Кабыша 1 Отсекает этот вариант И поэтому Мы не можем его потерять А то могли бы поставить вопрос А сколько всего в принципе Может быть из этих условий Возможных вариантов Сергей Юрьевич А в этой задаче Эту задачу нельзя Иначе как-то решить Есть ли еще Другие варианты решения А то вот в чате Здесь ребята Они совсем согласны Говорят что можно Как-то иначе решить Эту задачу Проще Ну насчет проще Мне с трудом Все представители Тут проще решить Разложительство 54 На простые множители И все Вот все решение Ну вот смотрите Алексей Гончаров Алексей Гончаров В чате Он видимо знает Как проще Может быть Алексей Вы поделитесь Как именно проще Можно решить задачку Номер 20 Ну в чате писали Что с помощью рисунка А не Ну рисунки Ради бога Только рисунка Где гарантия Что нарисованный вами рисунок Будет Отвечать Единственная возможная ситуация Ну короче Ради бога Рисунком Как рисунком Насчет Простоты Я не знаю Для меня проще Вот это написать И равенство И тут ждет ответ А для кого-то Проще рисунок нарисовать То есть Понятие простоты Лишь Пока будете рисунок рисовать Я уже ответ 25 раз запишу Поэтому понятие простоты Это весьма Такое Скользкое А то что задачи позволяют Допускают Разные решения Да ради бога Конечно Я вообще не говорю о том Что эти решения Являются образцом Ну вот такое решение Можно кто-то по-другому Несомненно Да Нарисуйте картинку Там и так дальше Ради бога Просто когда вы будете рисовать Вы все равно Упрутись в то же самое Что вам нужно будет Брать произведение Трех чисел Которое на 154 А таких собможителей Возможные варианты Здесь перечислены все Соответственно А на картинке Как вы это будете Ну можно Да Наверное Можно Тем более Оформлять решение Не требуется И поэтому Если он нашел Ответ правильно Ну и слава богу Тут повторяю Каких-то особых Требований Там язык оформления нет Потому что задача не оформляется И вообще Особых требований нет В ЕГЭ К оформлению Подобных задач Потому что они нестандартные Никто их никогда И в школе не оформлял Поэтому Как можете Так и пишите Кто-то картинка И ради бога Единственный вопрос Конечно Хотелось бы на эту картинку Посмотреть В том смысле Что Ну это здесь не надо В базовом ЕГЭ А вот в профильном Там вы картинку нарисуете И напишите Из нее следует Что ответ такой-то А проверяющий Который начнет смотреть Он посмотрит На эту картинку Не поймет И скажет Что-то из этой картинки Я не вижу Как это следует И поставит 0 баллов А вы потом будете Доказывать на апелляции Да Нет Не знаю Ваша картинка Правильная Неправильная Не может быть И правильно Пишите Ну то есть Вот вопрос Такой Да Конечно Решать можно По-разному Я просто Для этой задачи Другого решения Не вижу Как разложение Простые множители Потому что Именно оно Дает все возможные Варианты Вот их только два Когда Множители возрастают И вот они такие Наше счастье Ответ только Один выбирается А как вы будете Рисовать И насчет проще Это Можно сказать Нагляднее А вот проще Оно будет Или нет В оформлении Это еще вопрос То есть Картинка Конечно Всегда нагляднее Если ему удалось Создать какую-то Картинку Ну ради бога Молодец Тут как-то Вопрос О решениях Не стоит Так Ну давайте Посмотрим Что там Да Собственно говоря Мы все прорешали Это наш сайт Наш Имейл Сейчас я их Еще покажу Это у нас Скидка На 30% До 30 апреля Соответствующий Промо-код Приобретайте В магазинах Обучающие ролики Короче Посмотрим Наш сайт Где он тут Вот он Так Так Вот Интернет Магазин Вот мы заходим На вебинары И напоминаю вам Вот математика Что 10 апреля Состоится Вот вебинар Где будет Разбор Экзаменационного Варианта ЕГЭ Профильного Уровня И необходимо Чтобы там С умом Участвовать Вот скачать Этот вариант И попытаться За оставшиеся 2-3 дня Порешать Ну те кто Планирует Поучаствовать Продуктивно В Вот скачать Вариант Я нажал И тут можно Вот его посмотреть Вот такой Вариант Профильного То есть тут задача Уже видите С параметром Там и так дальше Четырехбальный Вот Но Базовое ЕГЭ Собственно говоря Это Экзамен Простой И по большому счету Вот Зак Посмотрели мы Эту презентацию Значит Презентацию Кстати говоря Можно Скачать Насколько я знаю Вот Возвращаясь Я с вами В беседе Значит Можно Скачать Сергей Юрьевич Здесь вот Вопросы Поступил Ольга Петровна Интересуется А в 18 Задании Ответ Только 3 Получается Вот в этом Да Вот в нашем Сегодняшнем Задании Сейчас Посмотрим Так Восемнадцатая Задача Ну вот Ответ 2 3 Там Ответ Там Правильный Второй И третий А вот Написали Да Ой 2 3 Да Там 2 Ну Можно 2 3 Можно 3 2 Написать Не важно То есть 2 Правильных В смысле Ответ Это 1 Но Оформить Его можно По разному При Написися 2 Так Так В общем Я надеюсь Что сегодня Был Ну Повторяю Сам по себе Экзамен Простой Насколько я помню Статистику В те времена Когда Можно было сдавать И профильные И базовые ЕГЭ Одновременно Когда базовые ЕГЭ Очень многие Сдавали Школьники Те Которые Шли Потом На профиль Там Больше 80% Получало Четверки И пятерки За базовую ЕГЭ Сейчас Конечно Статистика Стала Похуже Последние Два Года Уже Нельзя Оба Экзамен Одновременно Поэтому Те Профиль Они На базу И идут Соответственно Там Конечно Результат Упали Но Все равно Дворик На базовом ЕГЭ Там Какие-то Доли Доли Процентов То есть Экзамен Надо умудриться И решить Сколько По-моему Восемь Задач Или шесть Ну Как Достаточно Прот Про это Там Там Вот Если Обычного Пятиклассника Взять Посадить Его Решать Это Базовое ЕГЭ То Он Найдет Свои задачи Чтобы Решить Восемь Задач И получить Тройку То есть В принципе Базовое ЕГЭ Сдают Пятиклассники Вполне Себе Нормально Задач С картинками Там На подбор Там В соответствии Величин Там Вот Это Восемнадцатая Девятнадцатая Двадцатая В общем-то Вполне Можно В пятом Шестом Классе Спокойно Решать Ну Базовое ЕГЭ Он же Как бы Не Проверяет Особо Математик Ну Так Проект Насколько Вы немножко Условили Слегка Курс Ну Даже Если Вы Последние Годика Три В школе Не учились Там Где-то После Пятого Шестого Класса Вот Так что Надеюсь Что Так Если вопросов Больше Нет То Наверное Можно Завершать Напоминаю Что Скачать Можно Эту Презентацию Потом Сегодня После Окончания Вебинара И Можно Что там Еще Видеозапись Посмотреть Там Ну Базовый ЕГЭ Все-таки Простой Как Правило Он Особых Проблем Школьников Не вызывает Точнее Вызывает Только У тех У которых Вообще Принцип Для которых Школа Это Большая Проблема Там И С моей Точки Зрения Особой Специальной Подготовки Базовый ЕГЭ Не требуется То есть Человек В школу Ходил Уроки Делал Там Более Менее На Свою Там Нормальную Цинку Ну Кашу Пятерку Получить Да Надо 17 Балов Набрать Это Достаточно Сложно А На профиле Тоже Вы Да На профиле Тоже Я буду Лектором Но Профиль Конечно Там В полтора Часа Мы Не Уложимся Там Достаточно Ну Во-первых 4 часа Отводится На решение Задач А во-вторых Там Невинная Доля Времени Уйдет Конечно На Последние Там 4 Примерно Задачи Потому Что Там Сложные Задачи Так Ну Наверное Все Спасибо За Внимание Приходите На Профиль Порешаем Ну А Перед тем Как туда Прийти Порешайте Эти Задачи Думаю